Пальмовый мотылёк, коричневый мраморный клоп, радужная златка, платановая кружевница, пальмовый долгоносик. Учёные в Сочи сегодня насчитывают более 70 видов вредителей зелёного убранства курорта. 14 из них особо опасные. В этом году в числе самых угрожающих – пальмовый мотылёк. Пожалуй, так можно сказать про пальмового мотылёка. То есть нам сейчас в этом году нужно сделать акцент на вредителях пальмов, чтобы сохранить зелёное убранство курорта. Пальма, почкоплодник ворчуна в основном в зоне риска сейчас и финики канарские. Симптомы заселения пальм в мотылёком – перфорированные листья. Этих насекомых не зря называют бурильщиками. Гусеницы проникают вглубь ствола, проделывая внутри целые галереи. Коварность мотылёков состоит в том, что повреждения практически незаметны до тех пор, пока дерево не погибнет. Впрочем, от вредителей в Сочи страдают не только пальмы. В зоне риска – самшит, кипарис, плодовые деревья. Выпущен сборник вредителей. Он там даёт полную информацию. Есть карта дорожная, как сегодня модно говорить, когда кто из них просыпается, когда кто из них становится наиболее опасным. И какими средствами можно с ними бороться. На борьбу с опасными насекомыми в этом году в Сочи выделили в 4 раза больше средств, чем в прошлом – 13 миллионов рублей. Об этом рассказали на специальном совещании, участие в котором, помимо представителей власти, принимали учёные и собственники земель. Выделенные 13 миллионов направят на уничтожение насекомых на муниципальных территориях. Но в Сочи есть ещё земли, которые находятся в федеральной, краевой и частной собственности. Администрация Сочи может заниматься только муниципальными территориями. Мы собираем сегодня крупных собственников и представителей санаторно-курортного комплекса. Для чего? Для того, чтобы они, в свою очередь, как собственники и правообладатели своих территорий, обеспечили такую же работу и заключили контракты непосредственно с организациями, осуществляющими обработку зелёных насаждений. То же самое касается и владельцев частных домов и садов. Обработку растений нужно начать уже в апреле, чтобы не потерять главное богатство курорта.